ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Такое дело, мы сейчас находимся на орбите Татуида и далекой-далекой галактики, неизвестно сколько сигнал идти будет. Ну так отправляйте немедленно, каждая секунда на счету. Есть еще одно дело, а кому отправлять, кто сигнал примет-то? Ну сотрудники Нинтендо на Земле, что за... Все сотрудники Нинтендо здесь, сейчас, когда они увидели эту убогую подделку Пал Волт, они на собственной тяге вместе с нами устремились кормить Татуида. Ладно, значит найдем того, кто копирует нас в этой вселенной и засудим его нахрен. Это что за круг в небе? Это звезда смерти. Нет, это шар для покемонов. Идем к создателю, сейчас объясним ему. Погодите, это же собственность местного этого, суперзлодея. Мы теперь суперзлодеи в этой вселенной. Пойдем, сейчас как бахнем эту хрень судебным иском. По-моему здесь это не работает. Я чувствую силу, что сработает. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру под названием Пал Волт. Откуда она взялась, кто ее сделал, как именно сделал и почему, блин, в нее играет столько людей. Если вы обратите внимание сейчас в Steam, в нее играет, ну сколько там, миллион, полтора, два миллиона человек. Чем, черт не шутит? Мне кажется, популярность этой игры только растет и не желает успокаиваться. На момент записи этого ролика, пиковый онлайн Пал Волт в Steam превысил отметку в 1,7 миллиона игроков. Единовременных играющих. Единовременных, да. Сейчас, опять же, на момент записи этого ролика, Пал Волт занимает третье место в списке самых успешных игр за всю историю Steam по пиковому онлайну. Там чуть-чуть осталось. Еще немного обойдет Counter-Strike 2 и все. Да, у Counter-Strike 1 и 8 примерно пиковый онлайн был. Ну и первое место у PUBG с ее 3,2 миллионами игроков в пике. То есть, да, Пал Волт имеет все шансы стать второй по популярности игрой за всю историю Steam по пиковому онлайну. Ну а там, чем черт не шутит, может и, кажется, вечный чемпион в этом показателе PUBG уступит свое место новому хиту Steam. И год этот начался в игровой индустрии, ну, относительно спокойно. Все ждали каких-то хитов от японцев. Tekken 8, новую Якудзу. Ну, Сталкер 2 ждали, но разработчики из JC вышли и сказали, подождете. Фанаты Сталкера, которые еще остались такие, ну, как бы мы и не удивлены. Кто-то ждал и до сих пор ждет смуту. В общем, все было спокойно. И тут, да, вышел вот этот вот выживач с покемонами, Пал Уорлд. Сколько таких выживачей выходит, окей. И тут эта игра начала показывать какие-то сумасшедшие результаты. Пал Уорлд является прекрасной демонстрацией того, что ты никогда не можешь ждать, что конкретно вот эта игра взлетит. Совсем недавно то же самое произошло с игрой под названием Little Company, которую сделал один человек. И новость этой недели, Little Company уже продана в количестве 10 миллионов копий. То есть, один человек сделал кооперативную игрулечку с говнографикой, которую купило 10 миллионов человек. И каждый день в ней пропадают десятки тысяч игроков единовременно. Людей зацепила эта идея. Но кто мог предсказать, что именно эта идея, именно в таком исполнении внезапно зайдет людям? Да никто. Я думаю, сегодня не только Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, представители всех издателей себе волосы на голове вырывают с корнем. Блин, как мы это проглядели. Вот этот алмаз, елы-палы, почему этот пацан прошел мимо нас? Почему мы не обратили на него внимания? Понятно, почему не обратили. Потому что говнографика, потому что геймплей тупорылы. Ты приземляешься на какую-то планету, куда ты идешь, там какая-то лаборатория. Хватаешь какой-то болт, тащишь его на корабль для того, чтобы потом продать и выплатить норму корпорации, чтобы она тебе, елы-палы, не убила. Пожалуйста, почему-то людям зашло. Черт его знает почему. Почему-то это невероятно увлекательное кооперативное приключение людям заходит. Но прежде чем продолжить, поговорим на отвлеченную тему – литература. Наши зрители задают нам на стримах разные вопросы и в том числе интересуются. А какие книги стоит почитать? Причем вопросы касаются не только новинок художественной литературы или классики, но и книг, посвященных игровой индустрии. Будь то знаменитые истории успеха или рассказы о легендарных провалах. Мы всегда готовы посоветовать зрителям ту или иную книгу. Например, «Игра не ради игры» из цикла «Файеролл» популярного писателя Андрея Васильева. История журналиста, пытающегося раскутать историю и выжить в двух мирах – нашим и виртуальном. Автор не останавливается, регулярно выходят продолжения. На сегодняшний момент цикл насчитывает уже 18 томов. И возникает вопрос, где это все можно достать? Сейчас, к счастью, не обязательно приобретать печатную версию книги. Ведь ее можно найти в удобном сервисе «Литрес». Все верно? Реклама на этом канале. «Литрес» – крупнейший сервис цифровых книг, а также образовательного и развлекательного контента. Здесь есть подкасты, аудиоспектакли и лекции. Каталог сервиса включает в себя новинки, бестселлеры и эксклюзивы. Также к вашим услугам «Литрес» – подписка, которая открывает доступ к каталогу из более полумиллиона аудиокниг и их электронным версиям, подкастам и лекциям. Каждый месяц в каталог добавляется до тысячи новинок. Поток интересного контента не иссякает. Синхронизация позволяет быстро переключаться с электронного формата книги к аудио и наоборот. При этом вы продолжите чтение или прослушивание с того же места. Можно читать и слушать открытые книги без интернета. Так что, если вы оказались вдали от цивилизации, то скучать не придется. Приобретая «Литрес» подписку, вы не только получаете доступ к обширному каталогу книг, подкастов, лекций, аудиоспектаклей, которым можно пользоваться без ограничений. Это еще и удобный сервис, который позволяет легко и просто потреблять интересный контент и постоянно находить для себя что-то новое. Проходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, вводите промокод AXBT24 и получите два первых месяца «Литрес» подписки за 0 рублей, чтобы с головой окунуться в волшебный мир литературы. И вот перед нами Пал Волт. Когда нам показывали трейлеры, ну кто мог предположить, что игру ждет такая популярность? Я ее воспринимал как какой-то проект-прикол, проект-пародия, проект, который закроют на следующий день после выхода из-за юристов компании Nintendo или Pokemon Company, которые прибегут, поградят пальчиком. Что-то вот эта вот ваша желтая зверушка удивительно напоминает Пикачу. Ну-ка немедленно удалите и свою игру с серверов тоже удалите, пожалуйста. Я когда посмотрел несколько роликов Пал Волт, ну игра взорвалась, я решил себе напомнить, что это такое вообще. Я перепутал Пал Волт с игрой как-то на Dog V от Pearl Abyss. Нам показывали тоже такую игру, там стилистика под покемонов, чем-то больше напоминает GTA. А не, это другая игра, это вот эта вот хрень, типа выживач с покемонами и пушками. Ну окей, выживачей в Стиме выходит порядочно. Некоторые за аудиторию цепляются, некоторые оказываются за Day Before. В общем, нормальный процесс. Выживачи это все еще актуальный жанр, который привлекает людей. Логично, что разработчики, ну решили вот скомпилировать какие-то идеи и выплюнуть это на рынок. Чего нет? Тем более, что Пал Волта разрабатывали ребята, которые, ну, мягко говоря, не профессионалы. И эта игра недорогостоящая. Сами разработчики не ожидали подобного эффекта. Более того, они ее там создавали за какие-то копейки по меркам современной игровой индустрии. Как они говорят, бюджет Пал Волт это 6,7 миллиона долларов. Причем эти инвестиции искались, ну, как придется. У игры не было четкого плана финансирования. Пал Волт, кстати, доступен в том числе в сервисе Xbox Game Pass. Тоддик, кстати, со Старфилдом. Что с лицом? Где там триллионы игроков в Game Pass? А, да, у тебя триллионы игроков в Game Pass. У тебя в Стиме все не очень. А у Пал Волт, который доступен в Game Pass и в Стиме, вообще все замечательно. Уже скоро 2 миллиона в пиковом лайне будет. Ну, хрен с ним, оставим Тоддика с его лицами на его бесконечно сгенерированных планетах. Да, 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 да. Это, кстати, уже поправили, говорят, в бета-версии какого-то мегапатча. Так вот, Пал Волт продали в Game Pass за сущие копейки. Потому что разработчики, в принципе, не надеялись на какой-то сколько-нибудь заметный успех. И Филька тоже не надеялся ни на какой успех. Господи, он смотрел эти трейлеры, видел покемонов с пулеметами почему-то. Очередной выживающий. Которые носятся по миру. Да, ты рубишь деревья, долбишь камень, строишь домики. Казалось бы, ну ладно, очередной проходняк. И сами разработчики, когда создавали этот продукт, у них же буквально руки из жопы. Как они сами говорили. Новость. Большая часть разработчиков не имела опыта в моделировании и анимации. Тратя на создание одного пала. Вот этого существа в игре покемонов. Тратя на создание одного пала по несколько месяцев. Так продолжалось, пока глава студии не нанял паренька, которого не хотели брать ни в одну другую компанию. И который довольно быстро сделал сто палов. То есть, по сути, набор покемонов. Покемон компани. Как тебе такое? Когда приходит один человек и создает сто уникальных покемонов. Вот так. Ну, насчет процесса создания мы еще поговорим. Там мелькала информация, что один из разработчиков, возможно, даже этот, там сто собеседований провалил. В общем, был тем еще жопоруком. Один из ключевых разработчиков, отвечавший за оружие, вообще не имел опыта работы в игровой индустрии и трудился в круглосуточном магазине. 20-летний парень выучил английский язык и основы моделирования через интернет. Глава студии пригласил его на работу через твиттер, когда увидел ролики паренька с анимированием и перезарядкой оружия на ютуб. Ну, то есть, формирование команды проходило буквально по принципу, понабирают по объявлению. Изначально Паул Волт разрабатывался на Кокос 2DX. Движок такой. Затем студия перешла на Юнити. Убедить разработчиков в конечном итоге использовать Unreal Engine 4 и обучить их работать на движке Epic Games смог один программист с 10-летним опытом работы, который присоединился к работе над проектом после того, как увидел дебютный трейлер игры. И он сказал, ребята, я хочу в этом поучаствовать, но извините, ваш движок говно, давайте переходить на новый. И именно этот товарищ обеспечил этой игре великолепную оптимизацию при очень хорошей визуальной части. Эта игра прекрасно идет на старых видеокартах, отлично бегает на Steam Deck и хорошо, я бы сказал, выглядит на RTX 4090, уж извините. Замечательно, да, сообщается, что вот этот специалист по Unreal Engine чуть ли не в одно лицо обучал других создателей Паул Волт в работе с движком, ну, чтобы проект все-таки состоялся. В общем, игра, которую буквально собрали из говна нейросетей элементов плагиата, сейчас разрывает Steam в клочьях. Вопрос почему? А ответ на самом деле кроется в самом названии игры Паул Волт, мир палов. Ну, вот эти вот местные покемоны, а Паул, в переводе с английского, приятель, кореш, ну, то есть друганы, то есть мир друганов. И ты там появляешься и сразу понимаешь, что этот мирок, с одной стороны, такой же няшный, кавайненький, такой добренький, как и мир покемонов. А с другой стороны, твоя задача, как и у любого мастера покемонов, их ловить, их тренировать. Ну, и как же без элементов выживача? Их необходимо пристраивать на работу. Не рабство, Миша, не рабство. А, эксплуатация. Трудоустроенные заключенные. Я понял, я понял. Хорошо, хорошо. Трудоустройство вольных созданий, чтобы они не шастали по миру без дела, а занимались чем-то полезным. Ну, вот ты строишь, например, базу. Бараки. Бараки. Давайте назовем это бараки. Да, то есть, вначале, смотрите, вы как бы собираете покемонов и концентрируете их в одном месте, ну, которое похоже на лагерь. Да, да, да. Желательно построить стеночку с колючей проволокой, чтобы все было нормально. Обложить все это мешками с песком, поставить пулеметные точки, чтобы никто не вошел и не вышел. Ну, здесь я на самом деле шучу. В этой игре тебя постепенно вводят в курс дела. Вот ты можешь построить домик прямо, как в любом другом выживаче. Вот ты можешь поймать себе пала прямо, как в любой другой игре про покемонов. Ну, сначала нужно сделать покебол. Называется как-то по-другому. Ну, естественно. Но я не думаю, что кто-то будет называть их иначе. Ты делаешь покебол, потом бьешь это существо, потом бросаешь покебол, ловишь его, и все, он теперь твой. После этого ты можешь его выпускать, натравливать на других зверюшек. Можешь его кормить, можешь его гладить. Так, хорошо, миленько, классненько. Потом ты на базе, естественно, строишь верста, крафтишь себе топор, кирку. Все как обычно. Ничто не предвещает беды. Пока в один момент ты не замечаешь, что на базе ты можешь построить контейнер для палов. Куда ты этих палов можешь засовывать. И этот контейнер является своего рода интерфейсом по управлению базой. Потому что теперь, по мере прокачки этой самой базы, появляется большее построй, которое ты можешь возводить. Которое, естественно, генерирует тебе те или другие ресурсы. А на работу ты отправляешь тех самых пацанов, которых ты ловишь в открытом мире. Но они такие миленькие, они такие хорошие. Вот ты, например, грядку поставил и выбираешь покемонов, у которых есть способность сеять траву. У каждого покемона огромное количество самых разных способностей. Некоторые из которых случайны. Из которых в итоге формируется конкретный характер данного конкретного покемона. Простите, Пала. Покемона. Да, бесполезно. Переучиваться. То есть, каждый покемон уникален. Точнее, пытается быть уникален. Какие-то работяги, какие-то лентяи. Какие-то воодушевляют других. Какие-то любят поспать. Какие-то любят поесть. Это отрицательные положительные черты и твоя задача, естественно, распределять на работу самых умелых. Но, естественно, у этих покемонов разные способности. Например, овечки. Овечки. Что делать с овечками правильно? Ты строишь загончик, они уходят в этот загончик, а потом приносят тебе шерсть. Туда же отправляешь курочек и они приносят тебе яички. И ты маленькая, миленькая. Подбегает покемон, который сеет семена. Подходит другой, который все это поливает. Потом урожай всходит. Приходят другие, которые этот урожай начинают собирать и тащить это к контейнеру, куда складируются самые разные ресурсы. Я правильно помню, что в Conan Exiles ты там с рабами создавал какие-то производственные цепочки. Пусть меня поправят специалисты, но у меня в башке что-то такое отложилось. По крайней мере, я помню, как там рабы какое-то колесо крутили. То есть в случае с Палморд разработчики, да, взяли образы покемонов, слегка их, очень слегка их модифицировав, взяли элементы симулятора выживания с созданием вот этих производственных цепочек, взяли такой приятный визуальный стиль с красочной графикой, но с грамотно настроенной цветовой гаммой и с грамотным подходом к детализации, ну, чтобы мир не был перегружен деталями. Все это объединили и да, получили такой вот хит. И в итоге у тебя база, конечно, не напоминает Факторио или Сатисфэктори с производственными цепочками, но тем не менее что-то подобное есть. У тебя база, на которой в постоянном режиме работают трудоустроенные заключенные, которые приносят тебе ресурсы, а на ночь уходят в барак, где пускают пузырьки, ну, то есть, естественно, спят. Ты должен заботиться об их самочувствии, ты должен заботиться об их психическом здоровье, ты, естественно, должен наводить там красоту, ну и, конечно же, ты должен защищать их от внешней напасти, потому что нет-нет, а может прибежать стая волков. Поэтому нужно возводить стены, нужно строить пулеметные расчеты, нужно вооружать своих покемонов, потому что в этой игре есть даже такой трэш. Вообще, разработчики этой игры, они как будто не придерживались каких-то определенных стандартов, то есть, они пошли намного дальше, чем создатели тех же самых покемонов. Ну, допустим, да, вот, в мире покемонов есть покемоны, точка. Покемоны еще иногда там эволюционируют, это максимум. Но здесь ты можешь вырастить овцу, прокачать эту овцу и дать ей в руки автомат, и посадить ее за мешками с песком для того, чтобы она отстреливалась от противников. Как вам такое? Ну, естественно, есть покемоны маленькие, есть побольше, есть огромные, которые можно использовать в том числе для передвижения. Этот мир, ну, по крайней мере, на первых порах он ошеломляет. Ты видишь то, на что, к сожалению, не хватило воображения у Pokemon Company, у тех ребят, которые этих покемонов создавали. Вот они уже сколько десятилетий топчутся на месте, а здесь, ну, маленький шажок вперед. Пожалуйста, у нас же покемоны как бы друзья, давайте мы их будем трудоустраивать, давайте мы из этого сделаем подобие экономического симулятора, плюс это немного выживалка, и плюс к этому у нас есть сверхцель, потому что, естественно, в этом мире надо не только строить домики, должна быть какая-то задача. Ну, и главной нашей задачей, естественно, является победа над боссами. Именно поэтому здесь такой упор сделан на прокачку. Именно поэтому нужно прокачиваться как можно быстрее, чтобы открывать новые технологии, собирать ресурсы, крафтить автоматы, пулеметы, пушки. Ну, поначалу это будет, естественно, просто лук со стрелами и какой-то там ножичек. Нужно в этой игре использовать абсолютно все, чтобы становиться сильнее. Ну, естественно, вооружать покемонов, естественно, прокачивать их, естественно, таскать их с собой, для того, чтобы в нужный момент они тебе оказали неоценимую помощь. То есть, это игра, которая тебе говорит, смотри, вот у нас как бы тупенькие выживачи, тупенькие, вот как бы банальные, но с особенностью, но с покемончиками, но с миленькими. И вот когда ты каждый раз отправляешься в приключения, потом возвращаешься на базу, ты думаешь, ну, блин, ну, как этим можно не восхищаться? Вот эти овечки пасутся, вот там котики долбят камень, вот какая-то утка поливает твой урожай, ну, круто же, просто классно, надо кого-нибудь еще пойти поймать, трудоустроить. Да, или пойти на какого-нибудь босса, или грохнуть своего пала, есть там такая возможность. Там есть возможность, там некоторые возможности реально вызывают вопросы в адекватности создателя. Ну, то есть, ладно, покемон с дробовиком это норм, хорошо, это я принимаю. Но там, например, есть тесак, который ты делаешь, и когда у тебя в руках тесак, у тебя появляется возможность не погладить покемона, а разделать покемона, пустить его на мясо, так сказать. Ну, как-то жестко, на мой взгляд, особенно, когда такая миленькая овечка, ты ее... Ну, для выживания надо... Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну, все как в жизни. Кстати, что хочу еще отметить, заметные выживачи, они в основном такие, пытаются быть под суровость больше, под такой мрачняк местами, жестокий мир, выживание. А здесь интересное сочетание няшной стилистики и, скажем так, коузи выживания. Ненавистное мною слово, но, тем не менее, оно здесь, мне кажется, уместно. Где, да, есть экшен-часть, но какого-то сильного давления в плане выживача игра на тебя не оказывает, по крайней мере, на стартовых этапах, что я наблюдал, ну и что Виталик там прошел. То есть, перед нами интересное сочетание идей с персонажами, подозрительно похожими на покемонов. Так, подозрительно, что, естественно, игру активно обвиняют в плагиате. Там художники анонимно с одним изданием пообщались из ААА-компании, сказали, да, там пропорции совпадают, да, когда мы делаем модели даже для сиквела, имея в загашнике модели из оригинальной части, там больше работы есть, даже все такое. Дошло до того, что фанаты покемонов начали угрожать разработчикам Пал Волт расправой. Я думал, фанаты покемонов добрые все. Ну, фанаты Нинтендо, определенная часть фанатов Нинтендо, очень специфические ребята, они одно время активно угрожали Джиму Стерлингу за то, что он 7 баллов зарядил в Legend of Zelda Breath of the Wild. Там доходило до такого, да. Так это, а ты почему не это самое, не возмутился? Ты почему все еще подписан на этого гнилого человека? Ну, это его... Вообще не понимаю. А что мне записать, ты предлагаешь записать ролик Джим Стерлинг, Джим Стефани, Стерлинг сейчас... Извинись, извинись немедленно. Ненавидит Legend of Zelda? Да. Ненавидит Нинтендо, все он ненавидит. Давай список приведем. Он, кстати, старт, по-моему, обосрал тоже в минусах. Ну, так тогда какой-нибудь грузинский блогер тоже сделает свое объективное расследование. Тогда кто-нибудь из неполживцев из стран СНГ этим занимается. Да, дошло до того, что разработчики по ВОЛД начали получать угрозы, и глава студии высказался. Стараюсь активно перебирать все свои личные сообщения и электронные письма. Честно. Вы только извините меня, если я буду пропускать угрозы расправы в адрес сотрудников и уже совсем безумные претензии. В настоящее время мы получаем клеветнические комментарии в адрес наших художников. И видим твиты, похожие на угрозы смертью. Я получил самые разные мнения относительно ПАЛ ВОЛД, но все производство, связанное с ПАЛ ВОЛД, контролируется несколькими людьми, включая меня. И я несу полную ответственность за проект, так что все претензии, друзья, ко мне. Да, он хорошо выступил, безусловно, как настоящий руководитель компании. Не стал там пускать сопли, сказал, что все вопросы ко мне, что не надо нападать на рядовых разработчиков. Совершенно верно. Я против подобных нападок, так себя вести не стоит. Ну и порвались не только некоторые фанаты Нинтендо, но и бывший ведущий юрист The Pokemon Company, который заявил буквально следующее. Эта игра выглядит как обычная подделка, подобная тем, которые я видел по тысяче раз за год, когда работал в The Pokemon Company. Я лишь удивлен, что она так далеко зашла. А я лишь удивлен тем, что кто-то до сих пор покупает каждый год новые игры серии Pokemon. По поводу, кстати, плагиата у компании Нинтендо. Знаешь, я бы сейчас смог там поговорить вот на тему что-то для каждого, дескать, что да, нужно проявлять творчество, что да, можно использовать идеи, но использовать образы, причем так явно. Это, так сказать, тонкий лед и все такое. Вспомнить там, допустим, Fortnite, который скопипастил идеи PUBG, но на своем движке, на своей стилистике, со строительством, бла-бла-бла. Вот укатиться в это бла-бла-бла. Я не хочу этого делать. Я хочу порадоваться очень сильно за успех Power Vault по одной простой причине. Я прекрасно помню многочисленные новости о том, как компания Нинтендо убивает фанатские работы. О том, как компания Нинтендо пытается удалить из интернета какие-то фанатские проекты. Я никогда не забуду войну компании Нинтендо против проекта Enaza Metroid Remake. Когда там этот проект действительно чуть ли не пытались удалить из интернета. Там заставляли убирать ссылки на закачку этой игры с сайта официального, ну, официального сайта там создателя и так далее и тому подобное. Мне нихрена не жалко компанию Нинтендо, которая так сильно воюет с сообществом фанатов, как, наверное, никто другой не воюет. Ну, возможно, GSC, но тут как бы черный страйкометчик и все такое. Нинтендо так не скрывая шлет страйки фанатским проектам. Поэтому столь взрывному успеху по World я искренне рад. Как и хочу думать, что у компании Нинтендо, как и у The Pokemon Company, полыхает. И да, насчет The Pokemon Company. Давай вспомним Pokemon Legends Arceus. Как эта игра выглядела и какое у нее было техническое состояние. Давайте вспомним, как эти последние покемоны. Скаглит, Вайлит, да похрен, да. Там, я помню, был грандиозный скандал насчет отвратительного технического состояния этой игры. И что прогресса нет уже, который... Ну, Arceus там был прогресс, это такой вот шаг вперед. Это первый такой шаг вперед. Наконец-то отошли от этой убогой формулы, которой они придерживались сколько десятилетий. И, наконец-то, нас выпустили в открытый мир, где эти покемоны как бы живут. Да, с монетизацией, ну, не агрессивной, но, тем не менее, через два издания. Каждый, ну, кроме Pokemon Legends Arceus, опять же, ну, два издания каждой части есть. А тут игра за 30 долларов, с контентом, с хорошим техническим состоянием. Пожалуйста, здесь, в случае с Nintendo и Pokemon Company, я могу только сказать, ребята, посмотрите в свой глаз, у вас там неплохой такой лесок уже давно вырос. Я думаю, что жопа в Pokemon Company сейчас горит особенно активно, после того, как они увидели модификацию на Palewalt. Да, на Palewalt фанаты быстро, сколько игр одни существует, фанаты уже сделали модификацию, заменяющую пародию на покемонов, на реальных покемонов из сериала Pokemon, в общем-то. Кстати, с этими модификациями борются, их там удаляют, да-да-да. Удалить из интернета. Ну, да, их там пытаются удалить из интернета. Есть заявление формата, что вся тема с Palewalt задумывалась, чтобы появился мод на полноценных покемонов. В общем, такой вот движ есть. Ну и, кстати, насчет Nintendo, посмотри на себя. Особо рьяным фанатам Nintendo надо бы тоже взглянуть на то, чем компании The Pokemon Company и Nintendo их подчуют. Какое состояние серии Pokemon, как там реализованы некоторые вещи. И да, прогресс, изменения, какие-то шаги в сторону, ну, в интересном направлении. Nintendo же, кстати, известна тем, что умеет развивать свои франшизы. Что они не могут оказать на The Pokemon Company давление, чтобы они сделали, ну, что-то подобное, совместив идеи, ну, того же Animal Crossing, который есть у Nintendo, и покемонов, пожалуйста. Да, блин, мы уже давно говорили, что Nintendo нужно выходить за пределы своей маленькой уютной платформочки. Вот какой бы успех, наверное, их ждал. Хотя я уверен, что если бы покемон на Scarlet and Violet вышла в таком состоянии, в котором она вышла на Nintendo Switch, её бы разнесли нахрен, там, в пух и перья, в том же самом Steam'е в комментариях, потому что люди не терпят такое к себе отношение. Эффект Палволда, ну, почему люди её любят? Она-то в целом отлично сделана. В ней есть баги, иногда там NPC, ну, там есть персонажи, торговцы, которые туда-сюда ходят. NPC могут где-то застревать. Ну, потом их телепортируют в другое место. Ну, и это единственный баг, с которым я встретился. В остальном-то игра вылизанная. Претензий к ней нет. Ты больше смотришь на неё и охреневаешь от количества возможностей, которые разработчики пока для тебя приготовили. Это, если что, версия, по-моему, 0.1. Очень ранее. Игра находится на ранней стадии производства. Потом, естественно, будет 1.2, 1.3. Я надеюсь, что разработчики не переключатся на другой проект, потому что их предыдущий проект под названием Крафтопия, они так и не выпустили из раннего доступа. Да, кстати, насчёт будущего Pale World это вопрос открытый, потому что у студии-разработчика этого проекта есть опыт хайпования на старте, как было с той же Крафтопией, которая стилистически подозрительно похожа на Legend of Zelda Breath of the Wild. Прям очень подозрительно, да. Но этот проект до сих пор существует в каком-то состоянии в раннем доступе. Поэтому хочется верить, что Pale World продолжит развиваться. Хочется верить, что разработчики игру не забросят и будут предлагать новые и новые какие-то моменты, что игра будет не просто вспышкой, однодневкой, а станет действительно таким долгоиграющим выживачом. И ещё хотелось бы пожелать разработчикам поменьше внимания обращать на критику и активистов. Рациональная критика это одно. Крики активистов. А вот крики активистов формата «Вы всё слезали, как вам не стыдно». Ну и в последнее время к ним подключились ещё одни ребята, которые активно критикуют Pale World из-за того, что эта игра депопуляризирует рабство. В чём дело? В Pale World научились ловить людей и продавать жертв на чёрном рынке. Да, дело в том, что в Pale World все могут попасть в покинул. Там нет уникальных существ. Соответственно, появилась возможность, и некоторые стримеры это демонстрировали, появилась возможность ловить людей, продавать людей. А некоторые особо упорные. Помните, мы рассказывали вам про тесак, при помощи которого можно покемонов пускать на мясо. Людей тоже можно пускать на мясо. Это что-то тесак? Окупай и полволт филя и вот это всё продавал людей. Что делал с людьми, которых поймал в игре? Что ты с ними делал? Куда ты их носил? Сколько ты на этом зарабатывал? Не, ну, как бы механики занимательны, но, естественно, подключились активисты, которые говорят следующее. Дружеское напоминание. Если вы транслируете, поддерживаете полволт, вас встретит быстрая блокировка. Люди, стоящие за этой игрой, поддерживают мусор, генерирующий ИИ. И, скорее всего, использовали ИИ для создания дизайна монстра в играх. В дополнение к рабскому труду в качестве механики в игре. Ладно. Кроме того, вы можете захватывать людей, а затем либо продавать их, либо порабощать, либо убивать. Эта игра пронизана гильмом, которая не является нормальным и не должна быть в современную игровую эпоху. Для тех людей, которые активно критикуют подобные решения разработчиков, эта игра другой мир. Совершенно другие правила, совершенно другие механики. Не надо современные реалии, тем более современного общества, экстраполировать на процессы в каком-то фэнтезийном мире. Если в фэнтезийном мире я могу просто поймать овечку и сказать, вот теперь ты будешь здесь пастись и будешь приносить мне каждый день свою шерсть. Окей. Если я в этой игре внезапно могу в покебол поймать человека и потом тоже отправить его на работу, окей, это не более чем забавная возможность. Огромное количество людей, к сожалению, переносят те процессы, которые происходят в играх, в реальность. Это примерно то же самое, как говорится. Посмотрите, вот эти вот шутеры провоцируют насилие, вот эти вот файтинги провоцируют насилие. Вот в Mortal Kombat он кому-то там голову оторвал. Так он и в реальной жизни, значит, кому-то может голову оторвать. Из-за вот этой твиттерной персоны получится отличный депутат. Ну или там сенатор-республиканец. Был такой момент, когда на Far Cry 6, на игру, в которой огромное количество недостатков и критиковать ее можно со всех сторон, докопались. Есть другое слово. Там были битвы петухов. Да, были битвы петухов. Животных в смысле, а не там разработчиков из Ubisoft. Да, там были петушиные бои и критиковали игру из-за того, что она делает этот процесс нормальным, а с этим как-то нужно бороться. Блин, петушиные бои, ну это как бы, ну они существуют в таких вот странах. Этим люди занимаются. Да, возможно, это нелегально. Да, возможно, это там жестоко и так далее, и так далее. Но сделать это частью ландшафта, так сказать, частью активности, очень дальновидный взгляд со стороны разработчиков, потому что это глубже тебя погружает в реалии этого мира. Когда появляются такие вот забавные нюансы, ты этому миру начинаешь немного больше доверять, чем когда этот мир является просто стерильным отражением реальности. Ой, я уже предвкушаю, выйдет GTA 6, ой, там будут набрасывать, а как вам, не стыдно, а вот вам очередной судебный иск, а давайте извинитесь, немедленно пойдите, извинитесь. Еще одно. Активист продолжает. Например, если вы все хотите игру с покемонами, буквально просто играйте в покемонов. Вот почему вы все опускаетесь так низко, чтобы поддерживать игру с дизайном монстров, которые, скорее всего, были сделаны искусственным интеллектом? Крайне неуважение, которое вы проявляете к людям, которые, на самом деле, вкладывают усилия в игры, они нихера не вкладывают, к сожалению, ни усилий, ни воображения, ничего. Мы, благо, за серией покемонов следили, каждый фанат этой серии вам покажет, что прогресса не была. Вон, покемон Legends Arceus, а потом снова свалились. В этом году, наверное, будут новые покемоны, черт его знает. Насколько они актуальны будут в сравнении с этим новым, феноменально успешным продуктом, и выйдут новые покемоны, в которых, напомните, там будет кооператив на 32 человека, а в Пал Волде есть кооператив. Там будет, возможно, строить базу и организовывать общество вот этих вот покемонов, а в Пал Волд можно. А там можно будет пробираться вглубь этого огромного мира и исследовать этот огромный мир. А будет ли там вообще большой мир? Или там будут просто небольшие локации с экранами загрузки между ними? Ой, вопросы-вопросы. Просто Пал Волд, он наиболее ярко демонстрирует, что если... Это же, еще раз, это разработчики-непрофессионалы, которые собрались, пришла в голову тупая идея. Возможно, выстрелит, возможно, кто-то поддержит, черт его знает, но давайте реализуем. Реализовали. И внезапно, одним своим явлением, Пал Волд показал, что все усилия вот этих вот разработчиков покемонов за последние десятилетия ничего не стоят. Потому что вот, они подошли к этой же теме с неожиданной стороны, и у них получилось. А у тех, ну, у них получается классно деньги зарабатывать благодаря бренду, благодаря монополии на бренд. А люди любят покемонов, а на ПК ты в покемонов больше никак не поиграешь. Пожалуйста, вот вам проект. Ну, не то, чтобы никак не поиграешь. Был такой проект Temtem, но там разработчики именно что копировали покемонов, так сказать, в лоб. А здесь совместили разные идеи. И успех Пал Волд, как мне кажется, это такой еще хороший удар под дых индустрии. Очередное, как и в случае с Little Company, напоминание о том, что, да, надо экспериментировать, надо быть готовым к тому, что некоторые идеи могут сочетаться с другими идеями. Хотя, на первый взгляд, это кажется несочетаемым. Надо быть готовым рисковать. Надо быть готовым предлагать то, ну, что выглядит странно. И вот такие вот вещи, они хорошо взрываются. Они неплохо так сотрясают индустрию. Если мы вернемся к последнему сотрясению ха-ха индустрии, то это, безусловно, PUBG, где тоже разработчик-неудачник, мододел-неудачник, просто собрал интересные на его взгляд идеи. Идеи, которые были приняты огромным количеством людей. Идеи, которые запустили, по сути, целый жанр. Вряд ли Power World запустит какой-то новый целый жанр. Но, может быть, и некоторые компании обратят на это внимание. Появится еще больше клонов покемонов, чтобы компания Nintendo окончательно там сгорела. Ну, со своей монополией, имеется в виду, на покемонов. А здесь-то у ребят все получилось. И самое главное, на чем нужно сконцентрироваться. Дело в том, что там еще в 22-м году были новости, что эта студия работает над несколькими проектами. И у них в разработке находится еще какая-то метроэдвания. И вот здесь главное, как они распределят усилия. На чем они сконцентрируются. Потому что сейчас они буквально поймали золотую рыбку, которая может исполнить все их самые заветные желания. Теперь они сами могут стать мега-крутой игровой компанией. Потому что Пал Волт им деньги буквально сыпет, как из рога изобилия. Только успевай подхватывать. Соответственно, теперь под это можно брать кредит. И можно расти. Можно делать все, что угодно. Можно развивать Пал Волт. Ну, естественно, нанимая юридические компании, для того, чтобы отбиваться от исков компании Pokemon Company. Нужно пойти, как мне кажется, в этом направлении. Нужно развивать Пал Волт. Нужно сделать так, чтобы Пал Волт не просто стала явлением на один месяц, а чтобы она закрепилась и стала таким же феноменом, как в свое время какой-нибудь Fortnite или PUBG. Для того, чтобы любители уютных приключений четко знали, где их теперь новый дом. И Пал Волт этого вполне заслуживает. Эти покемончики! Я понимаю, что там особой оригинальности нет. Я понимаю, что сейчас побегут фанаты Раста и скажут, Фу, блин, казуайщина какая-то! Придут ребята, которые играют в Ark Survival Ascended уже, да? И скажут, а где наши тормоза и динозавры? На 40-90-х! А здесь этого нет. Здесь просто мило, классно. И сюда вполне можно пригласить какую-нибудь девочку, для того, чтобы весело провести с ней время, если уж по-другому не получается. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер Огромаднейшую Благодарность мы к обычным высказываем кому? Спонсорам! Точно! А спонсора можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. Кстати, друзья, не стесняйтесь заходить к нам на Бусти. Там вся информация выдается абсолютно бесплатно. Мы людей на сорта не делим. Эксклюзивный контент за деньги. Это не про нас вообще. Спонсоры получают только огромное спасибо. Пока! Пока! Как думаешь, у ребят из Нинтендо сейчас в жопа горит? Ну, там вон этот юрист и бывший, по-моему, юрист Покемон Компани подорвался. По этому поводу мы еще поговорим, но я думаю... Знаешь, они сейчас косплеят этого. Как это-то огненный покемон называется? Через арт? Только у них не изо рта огонь, а из места пониже. Я по покемонам не специалист. Это чербердыр, бульбулятор. Это, Виталик, другой покемон. За него и присесть можно. Так он же уехал. Там он, правда, когда эволюционировал в Патриарха, да, а потом уехал. Ну и все такое. Ну, сейчас, понимаете, они там такие... Они сейчас копиумом ставятся, все нормально. Зато на свече они никогда не выйдут. А прикинь, они на свече выпусти. Просто вот эти пацаны, если что, Nintendo и Pokemon Company это разные структуры, но тем не менее, вот эти вот бездари, унылые, которые каждый год выпускают по одной игре, типичной, ужасной, чудовищной, просто про покемонов, сделанной по лекалам. Ну, по сути, есть FIFA и есть покемоны. Что меняется, нихрена не меняется. Говнографика сохраняется, убогая механика сохраняется. Сражения покемонов... Друг друга потыкали одним приемом, все это дело сохраняется. Ну, в один прекрасный момент они такие решили, в открытый мир, теперь у нас открытый мир. У нас есть, кстати, обзор, это Pokemon Legends Arceus. Ты тут думал, ё-моё. Ну, казалось бы, банальная тема увлекает по-прежнему сбор покемонов. Но все, что касается сюжета, персонажей, событийности, квестов и, в общем-то, наполнения открытого мира, все просрано. Блин, нафига такое сделалось? Потом они выпустили продолжение, вот это прошлогоднее, забагованное просто в усмерть. И, если что, это ААА-игра. ААА-компания с уважаемым брендом. 50 баксов. Этой компании глубоко насрать на то, что вы думаете, и на то, где вы хотите играть. Ни одна игра из серии Pokemon не появлялась на других устройствах, кроме, блин, Nintendo. И это, естественно, людей бесило. И вот сейчас я надеюсь, что вот эти поцыки, которые все эти годы саботировали процесс превращения покемонов в международную франшизу, ну, имеется в виду, чтобы игра была доступна на ПК, на ПК, на ПК, на Xbox, на PlayStation. Виталик, они этого делать не будут. Знаешь, что они сделают? Покемона. Анус Разурванус. Вот, все нормально. Или там Анус Полыханус будет. Ну, что-то такое. В общем, я думаю, Pokemon Company достойно ответит всяким плагиаторам. И вот я надеюсь, что они смотрят на растущую популярность Паул Волт и охреневают. То есть, они такие, а, то есть, нас так тоже могли бы любить. В нашу игру тоже так бы, наверное, могли играть. Еще 10 миллионов копий. Еще 20, 30, 40 миллионов копий. Сколько там они уже продали, блин? Так это же маленькая инди-компания, у нее пиара не было никакого. Ну, пиар какой-то был через трейлеров. Трейлеры вот эти вот убогие, когда тебе показывали Пикачу с пулеметом. И ты думал, ну вы шезанулись. Вот это кринж. И все начали в этот кринж играть. Окей. Я думаю, жопа должна сейчас руководство Nintendo просто гореть. Знаешь, этот руководитель Pokemon Company выбегает. Детишки, это же кринж. Ок, бумер. И продолжают играть в Паул Волт. Как думаешь, они на свою платформу пусят, Паул Волт? Ну, имеется в виду, Nintendo Switch 2, когда выйдет. Я же говорю, а прикинь, если это на Nintendo Switch 2 выйдет? Миямото разорвет. До недавнего времени все в офисе Nintendo были такими добрыми зайчиками. А сегодня все превратились в страстных мужичков, которые вспомнили, что, оказывается, можно обратиться к Якутии. Допустим, принесите нам их жопы. Кстати, бежать-то далеко не придется, потому что и одна компания, и вторая японская. Да-да-да-да-да. Сейчас, возможно, они через Курилы как-то пытаются убежать в страну посвободнее. Да, на Камчатке делать продолжение Паул Волт 2. В сопках затеряться. А ну, посмотрим, как это все будет. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.